Утром в воскресенье многие уфимцы начали свою пробежку не на привычных дорожках для бега, а на дорогах для автомобилей в центре города. Их специально освободили от автомобилей, чтобы горожане еще раз смогли доказать, что спорт для них неотъемлемая часть городской жизни. Нынешний забег четвертый по счету и самый масштабный для Уфы. На старт пришли больше двух тысяч бегунов. Каждый выбрал для себя дистанцию. Один, пять, десять километров или полумарафон – 21 километр. Пять, четыре, три, две, одна, погнали! В этом сезоне для многих бегунов, с которыми мы общались, даже полумарафонская дистанция стала не испытанием, а простой тренировкой. Например, Дмитрий Черников приехал из Стерлитамака, чтобы просто подготовиться к предстоящим соревнованиям. У меня постоянно круглый год какие-то соревнования, лыжные марафоны, трейлы, триатлон-старты. Вот этот забег – это часть тренировочного плана у меня. То есть весь год уже запланирован, расписан в различных городах России. Я неделю назад в Казани 42 бежал. То есть у меня сегодня как это восстановительная пробежка. Первый раз с таким столкнулся, потому что неделю буквально между стартами у меня такого не было еще. Здесь я бегу первый раз, я до этого в Уфе бежал на марафоне, марафон бежал 42. И я из Бирска, я в Бирске бежал 21. За май 133 километров пробежал. Понадобилось несколько минут, чтобы все спортсмены смогли покинуть старт. В их распоряжении оказался весь центр города. По пути их поддерживали не только добрыми криками, но и музыкой. Любителей выйти на пробежку, судя по количеству участников, с каждым годом становится только больше. И каждый из них находит свою причину утром или вечером уделить время спорту. Ставлю цели себе специальные, чтобы какие-то ускорить свой результат. Нет, а что я бегу? Для себя же я бегу. Нет, для удовольствия. Я видела людей на забеге, на Иремеле, которые бежали в гору, и они были счастливые. Я думаю, ну, наверное, тут в этом что-то есть. Ну, удовольствие, движение, бег – это определенное действие, которое придает уверенности, придает простого кайфа от жизни. Лишний раз заставить, уговорить, договориться, победить свою лень. Каждый забег – это отдельная история. Это ощущение свободы на какое-то время. Я после армии разъелся до 125 килограмм, вот и начал бегать. А потом худеть я не начал, зато бегать не бросил. Среди участников забега были и те, кто бежал ради конкретного результата. На старт вышли благо бегуны. Они собирали деньги и бежали в поддержку детей, которым нужна помощь. Мы предложили поучаствовать в сборе денежных средств. Я была, ну, обрадовалась, согласилась. Я, получается, благо бегун, собирала денежные средства в пользу фонда «Особенные дети» и, ну, для Аленушки. И собрала, если не ошибаюсь, 11 500 рублей. Честно, очень горда, но очень сильно переживаю. Очень сильно. Надеюсь, что все получится, все будет хорошо. Наша компания участвует в этом забеге уже второй раз. Хотим помочь детям, так как для них открывается этот мир заново. И хотелось бы помочь чем больше, тем лучше. Я помогаю Глебу. Сумма на сегодняшний момент больше 30 тысяч, что ли. По крайней мере, то, что у нас был установленный, как сказать, объем, мы его перевыполнили. Поэтому стараемся помогать. Уже после финиша большинства участников мы спросили у них, как приобрести полезную привычку и не бросить бег после пары недель занятий. Это внутренний настрой. Если захотеть, все получится. Ну, плюс коллективный, если бегать, то это намного усиляет дух, как сказать. Можно с того, что найти какого-то такого же больного человека, увлеченным бегом, и он тебя заманит, и уже пути обратно не будет. А вот он обречен на это счастье уже несколько лет, уже со мной ездит по соревнованиям. Нет, нужно сказать просто, я смогу, я сумею. И вперед. Понемножку, километр, два, три, пять, а потом привыкаешь. Либо с друзьями, либо поддержать кого-нибудь, либо для себя. Друзья приехали из Краснодара, тоже не бегали, вступили в наш клуб. Да, с больными коленями начал бегать, все прошло, никаких болезней. Девушка есть? Да. Сильнее хочешь понравиться? Бегай, все будет хорошо. Преодоление самой большой дистанции заняло у лидеров забега чуть больше одного часа. А количество тех, кто не ленится пробежаться на свежем воздухе, становится только больше. Егор Полторыхин, Нургиз Газимулин и Руслан Габидулин, телеканал ЮТВ.